Эх, доброе утро, друзья! Развернись, душа! Прямо на телерадиоканале «Страна.ФМ» с утра пораньше. Вот Влад Кутузов, вот Валерия Майорова, и мы традиционно уже в это время не одни. Мы в компании двух очаровательных, талантливейших артистов. Это Лена Белков, Влад Макузов, а это Андрей Гризли, который как раз вот только что исполнил нам замечательную песню. Я думаю, что уже поняли, кто у нас в гости. А мы же объявляли в прошлом части. Мы анонсировали. Зверик, по-моему, в гости. Доброе утро! Спасибо, что пришли. Мы ждали вас. Слава Богу, дождались. Доброе утро! Здравствуйте! Я очень рада. Слушайте, сейчас такая просто интересная была тема. Мы беседовали, обсуждали клип. И действительно, вот выглядит так, как будто рыбку немножечко, ну, немножечко ей причинил увечья. Идея ведь была совершенно иная. Я, когда сочинял всю эту историю, придумал сценарий, я думал, что, ну, вроде как, это образ того, что рыбка, она была в аквариуме, когда ты любимый человек подарил мне. И я ее выкинул, отпустил на волю. Но люди говорят, зачем ты ее убил, она же морская, ты ее в реку кидаешь. А я что-то об этом и не подумал. Бедная рыба. Ну, ничего. Надо думать о том, что история завершилась хорошо. Ну, тем не менее, понимаешь, несмотря на такую нестыковочку, все равно все мечты, все проекты реализуются. Значит, рыбка адаптировалась. Слушайте, друзья, мы хотим сообщить сегодня главную новость, собственно, ради чего мы собрались здесь. Вообще, пообщаться просто приятно и хорошо, как обычно у нас по утрам здесь бывает на стороне FM. И плюс ко всему у нас сегодня замечательная премьера песни. И мало того, что песни, премьера клипа. Да. Называется песня «Гармонии нет» Андрея Гризли и Белка, которая у нас сегодня в гостях. Слушайте, ребят, первый вопрос. Как вообще оно случилось-то, что вы вместе-то? Нам же интересно все это. С чего бы это вдруг? Ну, я вот Гризли, как медведь, шел по лесу. Смотрю белка. Слышу, там кто-то стучит орехами. Орешки грызли. Мы познакомились на шоу «Голос», где я участвовал, а Белка пришла поддержать. Друга я пришла поддержать своего. Да, друга в микрофон говори. Друга. Друга. Поддержать. Это третий сезон, по-моему, был, да? Да, это третий сезон был. Мы там познакомились. Позже мы еще раз встретились на одной какой-то презентации мероприятия. Мы заобщались и вроде как почувствовали, что близки по духу. И решил я, в общем, для Белки музыку писать. Помимо того, что я исполнитель, я еще и композитор, музыкант. У нас свой продакшн есть. Гризли Мьюзик. Или что. И вот в рамках этого всего мы решили замутить Белке вообще треки писать. Она говорит, я все созрела, я готова выйти в свет. Слушайте, так интересно, да? Там ведь огромное количество людей на проекте «Голос», и все ходят по коридорам. И тут два человека встретились и как-то зацепили друг друга. Это в жизни. И сошлись в интересах. Не, вообще это здорово, потому что обычно часто бывает, вы об этом знаете, когда музыкант встречается, они говорят, давай что-нибудь замутим трек какой-то. И все, на этом, как правило, все. Идеи хороните, и ничего не получается. Это вот стабильно всегда так бывает. Ну, слушайте, значит, кто-то из вас такой деятельный, активный, он сказал, не надо откладывать долгий ящик, давай прямо сейчас разрабатывать тему. Песню мы полгода, наверное, делали. А еще полгода искали команду для снятия клипа, поэтому, да, у нас работа-то затянулась. Поэтому, наверное, год. Но, я не знаю, результаты, которые сейчас, да, нас наградил слушатель и зритель, это миллионы просмотров за несколько дней. По-моему, это прямо превышает любые ожидания. Ну, вот давайте с этого места поподробнее. Когда вы залили клип, и сколько вот сейчас точных цифр? Сейчас у нас ВКонтакте, мы на две платформы выставляли ВКонтакте 6,5 миллионов просмотров. Это вообще просто феноменально, мы в шоке. А в Ютубе под миллион, то есть вам 770, но клип 3 или 4 дня сейчас в сети, поэтому... 4 дня, ты же знаешь, какие результаты? ВКонтакте 6 миллионов... И, кстати говоря, лайков-то огромное количество, я вот наблюдаю сейчас как раз. Ну, здорово. Зашли бы эти все лайки в доллары хотя бы перевести. Ну, все впереди еще. Я думаю, скоро монетизируют уже. Вы скажите, что вам пишут? То есть люди же не просто смотрят и лайкают, они же комментируют. Какой отклик? Очень часто пишут, снимите полный метр, ребята. Супер, было бы посмотреть такое кино с такими актерами. А вы там на Оскар идете, да? Видимо. Вы не видели? Ну, я сейчас буду смотреть буквально. Я смотрел, зачем? Я же говорил, там эпичное начало, вот это вот длинное, которое начало. Но я понимаю, почему они просят полный метр. Там он просится как бы. Он просится. Так, я так понимаю, что я одна не в теме. Да, да. А вот ты сейчас посмотришь, все, у нас совсем скоро будет премьера, все увидишь. Слушайте, ну вот вы говорили, что полгода или год это практически длилось. А с чем связано вот такое долгое время подготовки? То есть вы не могли найти тему общую или что? Или все? Мы, так как Белка, она, ну, для нее это такой дебют большой. Конечно, у нас песни четыре уже написаны для нее, но нужно было найти стиль. С чего начать? С чем потрясти мир? С чем потрясти мир, быть непохожей, не знаю. И вот эта песня, она именно такая, она не похожа ни на что. Поэтому, наверное, и резонанс такой в интернете. И люди пишут о том, что такие клипы они снимали, и такие песни не слышали. И что это новый уровень, не знаю, в нашей стране. Ну, по крайней мере, так пишут люди. А знаете, еще есть интересная история, да, у песен. Бывает так, что она пишет что-то одно, а потом в процессе аранжировок, постоянных обработок. Или вот, ну, давай вот здесь быстрее сделаем. Или мы давай вот тут вот уберем вот эти слова. И получается вообще другая песня. Был какой-то такой подтекст? С голосом. Сначала мы думали, что Белка будет петь одна, потому что песня, она такая, знаете, слоу такая, женственная. Но потом совершенно смысл поменялся, когда я попробовал спеть ровно на октаву, и точно так же в ноль интонируя, как она, и получилась совсем другая песня. И она обрела совсем другие краски, более серьезные, более линия отношений, любви. И прямо она яркая. А стала более глубокой и разносторонней? Мне приходилось писать, вот сначала мы записали полностью ее в студии, потом мне приходилось каждое слово, каждую фразу с дыханием, со всеми, прям четко под нее, чтобы два голоса сплелись в единое вот какое-то... Слушайте, а мне интересен творческий вопрос, я хочу углубиться в эту тему все-таки. Вы писали, вот сейчас же интернет, да, и понятно, что многие артисты работают не то, что там из разных студий, а вообще из разных континентов практически, да, и в том числе и очень знаменитые, известные, мегазвездные мировые. Вы писали, находясь вместе в студии, или все-таки там дубль там, дубль здесь, а потом прислали все? Мы все делали у меня в студии, и нам нужно было много общаться, много говорить, и потому как, когда я что-то делаю, да, то есть когда мы создаем что-то под определенного человека, это не может быть вот такое, что вот у меня была песня там, она хитовая и так далее. Хотелось что-то такое, чтобы прям песни, она, они были цельные, то есть неразделимые. И эта песня действительно не похожа ни на что. И Лена сама по себе, почему у меня интерес возник, она не похожий человек на, там, не знаю, этих губаток, которые повсюду в интернете, которые там, ой, я тут, я там. Это правда, это правда. Она такая, она немножко космическая, поэтому как Белка, знаете, похоже, я ей сразу сказал, из мультика «Спанчбоб». Ага. Белка такая в скафандре. Маленькая такая, белая сейджи, нам подскажут. Да, да, да. И вот она тоже такая, чуть где-то такая неуклюжая, но в своем мире, в космосе витает. И, в общем, эта песня, нужно было постоянно иметь контакт, общаться с ней, чтобы ее написать. Ну вот песня у нас совсем скоро, буквально через минуту, друзья. Премьера песни, премьера клипа. Готовьтесь, пожалуйста, коротенький. Ну что, успею спросить. Я хотела сказать, что если есть какие-то вопросы, если хотите высказать восхищение, то пишите. Во-первых, у нас есть в инстаграме пост. Вк.ком. Слэш страна.фм. И, конечно же, 8909-928-189-9, ватсап и вайбер. Да, пока вот еще 40 минут есть, это все-таки были, скажите, муки творчества, прям вот тяжело, все, потом и крови, или вот оно прям душа и по маслу все пошло. Песня родилась легко, а муки это когда уже пост-продакшн, то есть записи, сведения. Аранжировка там все запиливаешь. Физика такая пошла. Тогда, конечно, мы очень много внимания. Я хочу выделить, как сказать, сказать, что, ребята, вы сейчас увидите, наверное, короткий клип, наш ТВ-версию, но полная версия, она в два раза длиннее, более киношная, сюжетная. Вы можете найти в интернете, если вам понравится. Ну, ребят, собственно, песня уже пошла, интро пошло прямо сейчас. Премьера песни, премьера клипа Андрея Гризли, Белка, Гармония, нет, давайте смотреть и слушать на стороне ФМ прямо сейчас. Кто-то при виде моря забывает обо всем, его беды канут в нем, а за морем в стране где-то согревается огнем, он вспоминает дом. Но кто же скажет мне, где найти в душе покой, в ней гармонии нет? Она горит в огне, ее сносит шторм морской, оставляя на дни. Человек в кулаке сжимает землю, посмотри в его глаза, он создает жизнь, не ты его земля. Я лежу в траве, я смотрю вверх и вижу образы вдали, там люди летят так далеко от земли. Но кто же скажет мне, где найти в душе покой, в ней гармонии нет? Земля дрожит под ней, ветром унесла любовь, она еле в вене. Солнце, море и песок обдувает легкий ветерок. Я знаю, ты сделал все, что смог, чтобы загубить жизнь во мне. Солнце, море и песок обдувает легкий ветерок. Я знаю, ты сделал все, что смог, но от любви остался смог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Кто-то при виде моря забывает обо всём Его беды канут в нём Ну вот, собственно, оно как-то громко даже говорить не хочется после этой песни Продолжалось бы и продолжалось бы Слушайте, я понял, почему полный метр у вас просит теперь окончательно уже Да? Он же просится там, ребят, снимите уже кино большое А ты же встретишься потом, она же прилетит за ним Ну, мы пока не... Продюсерам сказали, что не можем разглашать Которых нет, продюсеров Ну, пока тайно Чем мне показался, такой небольшой крючок, знаешь, на продолжение какое-то Ну, он же должен быть Он должен быть, просто обязан появиться Мы думаем о том, что у нас два варианта Либо продолжить, как люди просят, второй работой Как-то разъяснить этот сценарий Либо, может быть, снять полный метр Потому что это очень хороший материал Для того, чтобы, допустим, на бум-стартере Разместиться и сказать, что вот мы собираем команду И вот этот материал промо в виде клипа Причём вот шестиминутный, он реально как фильм Тут он более ТВ-шный, такой скомканный Фразы там, диалоги убранные Друзья, я просто хочу так немножечко напомнить Что не только теле и радиоканал Вернее, не только теле, но и радиоканал И некоторые сейчас не видели этого клипа Давайте коротко хотя бы расскажем о сюжете Потому что сюжет там потрясающий Природа потрясающая Всё классное Ну, рассказывай Я думаю, Белка должна рассказать Что там у нас в сюжете Мы, наверное, вернули Что там у нас в сюжете В общем, это недалёкое будущее Да Недалёкое будущее Мы видим пару, которая едет в таком старом джипе В поле В поле выжжено Нам камера показывает луну Которая где-то там разрушена астероидом Ну, предположительно И радиовещание идёт Где человек говорит о том, что так и так Запасайтесь кислородом Ну, даёт нам понять, что, в общем, это какая-то Так земля гимнет Не очень хорошо Ситуация плохая Ситуация плохая То есть назревает и говорит, что вам на гаджеты А там у них такие гаджеты Мы специально делали Телефоны прозрачные Ну, как будто бы это там 15-й айфон Типа того Да Это графика всё сделана Собственно, вам на гаджеты придёт разрешение на полёт Не всех может эвакуировать Могут, да То есть, я не знаю Если, допустим, у кого-то судимость была Может быть, он пролетает с эвакуацией То есть едут все, но эвакуируют не всех Нет Места ограничены Сидите дома, как бы Но когда придёт сообщение с геолокацией И с разрешением на полёт Вы выезжаете на эту точку Собственно, девушке Она говорит Ты же знаешь, я без тебя никуда не полечу А ей приходит это сообщение О том, что вам можно лететь А парню пока не пришло Но у девушки с геолокацией Они уже едут на эту точку Собственно, и весь клип идёт о том Как они пробираются сквозь огонь Пожар, воду Песня, кстати, о стихиях О четырёх Ну, как раз Всё это грамотно, красиво Параллельно С картинкой Что у нас происходит? Происходит то, что На них постепенно заканчивается воздух И в пещере Мы снимали там Высоко очень в горах Пещера там такая красивая Они сидят Костёр горит И девушка спит И парню приходит сообщение о том Что вам отказано В вылете И он, естественно, в шоке Он её будит Она говорит Ну что, что там У тебя пришло сообщение Да, ты летишь Да Потому что он знает Обманул её Да, он её обманул В этом загвоздка Но он знал Он хотел её спасти Он хотел спасти, потому что знал Что она без него не полетит Слушай, ну однозначно Многоточие здесь стоит в конце Теперь мы понимаем, что полный метр Опять же Он должен быть Прозвучали слова Красивая природа А где снимали? Ну вот произнесите это Снимали мы на Алтае Алтайский край Мы весь объездили Выбрали самые лучшие локации И там уже снимали И сама природа Там невероятная природа Да, подготовила для вас декорации Конечно Вообще Белка там Просто случайно Как рыба в воде Это её края, где она там выросла Ну там реально Мы смотрели совершенно потрясающие планы А вот эти вот Ну не самые весёлые темы Но тем не менее Всё это придаёт реалистичности Да, вот эти костры, пожары Это всё естественно же было Конечно Не специально всё делалось Снимали мы лишь в мае Да, и видимо В мае там идёт выжиг полей А вы случайно на них попали? Случайно мимо проезжали То есть этого в планах И не было, чтобы поехать туда Издалека видно Дым идёт Мы думаем, что там такое Поехали с моря Вау, какая локация Начинают снимать Мы просто постоянно на скаутинге Мы можем рассказать о том Что вообще была эпидемия клещей Ой Жёсткая Жёсткая И как вы? На Алтае Мы поначалу думаем Ладно, обойдётся И первый же раз Как только выехали Куда-то на локацию Сняли с себя несколько клещей И поняли, что нет Так мы не готовы работать И вызвали службу такую Которая ездила с нами И распрыскивала всё Каждое место съёмок Было опрыскано химикатами Все мы были полностью Мы этим дышали И пожарами дышали Химикатами Представляете Реалистично Всё реалистично Внутри этой воронки пожарной Кислород нужен был Кислород был очень Внутри пожарной воронки Там дым идёт Режиссёр У нас Рустам Романов Всем большой респект Из The Rare Production Без них бы мы не сделали Такую работу Потому что они реально Сумасшедшие В хорошем смысле Этого слова Он говорит Прыгайте в огонь Туда, давайте внутрь Ну то есть поля горят Мы такие Ну ладно Снимаем Ладно, ладно Прыгаем туда в огонь Я понимаю, что Просто в голове Всё дым Я чувствую, что Начинается Знать Глена, нет Надо уходить Еле вышли из этого Глена, нет Давайте ещё Давайте попробуем Да вдруг получится Она на кураже Первый клип снимаем Давайте, я готова Убираем Слушай, майору Я как будто там оказался уже Вообще хочу сказать Есть такая категория людей Которые говорят Ну чё артисты Ну Лёгкая профессия Вышел по пилоте Это тяжёлый труд, ребята Вообще просто Вы даже не знаете Что мы с Рустамом С режиссёром Чуть не посидели Когда мы шли Там есть кадр Как мы идём по скале То есть Там обрызг Выступ Там буквально 30 сантиметров Ну говорю Аккуратно надо идти А там реально То есть без Страховки Без всего И она такая Чё-то Ой Я засмотрелась Там такая красота вокруг Чуть впереди И реально То есть она чуть назад Так вперёд И просто я понимаю Что это летальная история Если вот произошло И мы с Рустамом Смотрим друг на друга Говорим Лена так Идём Давай выходим Всё Слушай А висячий мост Вот этот невероятный Совершенно Это же ужас просто Висячий мост По сравнению с тем Что мы там Он там Мотался, скрипел И сболтался Это же страшная история Но у меня Лене кстати меньше Почему-то стрёмно было Может потому что Я больше повидал Знаешь Когда поначалу Что-то делаешь Ну не страшно даже А когда начинаешь Анализировать С каждым разом Ну она такая Пошла Куда-то по мосту Там хрустит Просто Проверила путь Ржавые прутьи Но бесстрашный человек Абсолютно Слушайте Я к музыке хотел вернуться Спросить вот о чём Когда вы делали Ну в том числе Эту песню И вообще да Планируете же в будущем Ещё работать совместно Нет 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 Попробуем Смотрите У вас подход Что вот я делаю от души Что у меня изнутри выходит То я и буду делать Не плевать на то что происходит Или вы всё-таки Как-то что в тренде Кто что делает Ну скажите Вот вы смотрите Этот клип Слушайте эту песню Вот какие у вас возникают Мысли на этот счёт Как мы работаем Слушай Я простыми словами могу сказать Мне кажется всё от души Вообще без оглядки На что-то С другой стороны Это в тренде звучит Абсолютно всё Ну как-то всё гармонично Всё всё свои места Да У нас Мы очень были удивлены Мы удивлены Что люди так отреагировали Многие пишут Что для нас Это глоток свежего воздуха Мол ребята Вперёд У нас там умеют снимать Что-то такое Ну это приятно слышать Потому что мы действительно От души Когда ты К этому подходишь Не коммерчески как-нибудь Вот как подстроиться Чтобы вот хайпануть Модное слово Угодить всем А вот А души И когда ты получаешь Эти плоды После очень сложной работы Очень сложная работа Особенно съёмки Слушайте ребят Ну время вот летит Очень быстро У нас буквально 40 минут остаётся Секунд Секунд Минут Секунд конечно Что будет в ближайшем будущем Чего от вас ждать поклонникам И что планируется И где может быть Вас можно будет увидеть Послушать Мы сейчас заканчиваем Следующую работу Так как мы нашли Стиль Лены Стиль Белки Да Вот в этих аранжировках Они такие слоу И в общем космические Да космические 15 секунд чуть-чуть Единственное Мы с ними клип И будет новая работа Ну короче продолжение ждать Новая работа Продолжение ждать Ура И вот клик нашей аудитории Клип невероятный Спасибо Вы молодцы Вы просто супер Лена Белка Андрей Гризли Большое спасибо До встречи Пока Хорошего дня